Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанске федеральный прибыла делегация стран Латинской Америки. В КФУ состоялась аттестация магистрских программ. В 600 километрах от государственной границы России полыхает военный конфликт. 16 апреля состоялся визит делегации КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в Японию. Целью поездки стало посещение штаб-квартиры компании «Язаки» для обсуждения совместных проектов с университетом и подписания меморандума о взаимопонимании. Также ректор КФУ провел встречу с послами стран Латинской Америки. В центре внимания оказались вопросы расширения взаимодействия КФУ с университетами и промышленностью региона. Подробности далее. 14 апреля ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с чрезвычайными полномочными послами в Российской Федерации стран Латинской Америки. Те, кто знаком со стратегией научно-технологического развития России до 2035 года, могут видеть, что у нас практически все направления конкордируют или совпадают с теми стратегическими направлениями, которые обозначены в этом документе, утвержденным указом президента Российской Федерации. В КФУ сегодня учатся 110 студентов и на постоянной основе работают 8 исследователей из стран региона. Вчера за теплым ужином у нас возникла идея создать какой-нибудь праздник в Казани. Возможно, что этим днем стало бы 13 апреля. Днем Латинской Америки и Карибского бассейна. С необходимостью усиливать академический обмен согласились все стороны. Причем речь шла не только об обмене студентами, но и преподавателями и учеными-исследователями. Более того, послы обещали содействовать в рекомендации Казанского университета бизнесу своих стран. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. А теперь коротко о том, какие еще события прошли в Казанском федеральном университете. Казанского федерального университета. Тотальный диктант в Казани написали на 22 площадках. В Казанском федеральном университете собралось порядка 500 участников от школьников до пенсионеров. В качестве диктатора в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ выступила вице-премьер Татарстана Лейла Фадлеева. Автором текста в этом году стала татарстанская писательница Гузель Яхина. 17 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоится уникальный телемост Казанский федеральный университет Международная космическая станция. Студенты и сотрудники университета, а также журналисты и школьники Международного детского центра Артек смогут пообщаться с космонавтами экипажа российского сегмента Международной космической станции. 15 апреля в Казанском федеральном университете прошел шестой весенний бал. В этом году он был посвящен 40-летнему юбилею Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. На балу все участники погрузились в атмосферу 19 века. Помимо танцев у участников была и насыщенная культурная программа. Анна Глазунова, Леонард Валитяров, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялась аттестация новых магистрских программ. Когда именно будет осуществлен набор студентов на новые учебные программы, расскажет Олег Кашин. В Центре магистратуры Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошла итоговая аттестация. 13 апреля аттестовали команду КФУ, которая проходила программу повышения квалификации в Корпоративном университете Сбербанка, сотрудничество с которым началось еще в 2011 году. Именно тогда было подписано соглашение о создании Корпоративного университета на базе Казанского федерального. Свои подписи по документам поставили Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, Ильшат Гафуров, ректор Казанского университета. Сбербанк во многом обязан именно Герману Грефу, ведь это именно тот человек, который сделал банк умным. Электронные очереди, мобильный банк, моментальные переводы, банкоматы почти на каждом перекрестке. Это все не только инвестиции, но и грамотное управление. Являясь новатором во многих областях, Герман Греф решил создать университет для сотрудников своей компании. В феврале делегация Казанского университета из 40 человек посетила Корпоративный университет Сбербанка для прохождения специальной стажировки по программе проектирования современных программ в магистратуру в области менеджмента, экономики и финансов. Тогда в стажировке приняли участие не только преподаватель, но и первое лицо Казанского университета Ильшат Гафуров. Спустя два месяца работы представители Корпоративного университета приехали в Казань, чтобы выступить в качестве жюри. Это только начало нашего большого совместного пути. По крайней мере я бы на это хотел рассчитывать. Денег никогда нет, но в то же время они есть. У тех, кто работает, кто ищет и как бы ни относились к системе образования, мы в любом случае должны стать бизнес-структурой. Прием студентов на получившую аккредитацию Корпоративного университета Сбербанка магистрские программы может начаться уже со следующего учебного года. Таким образом, новые направления магистратуры пройдут еще одну проверку – новостребованность. Но на этом создание новых учебных программ не закончится. По предложению Ильшата Гафурова, команда университета продолжит обучение у экспертов уже в части разработки инновационных образовательных программ уровня бакалавриата и аспирантуры. Алия Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет станет площадкой для семинаров по вопросам открытого доступа к научной информации. На семинарах выступят представители МГУ, Томского государственного университета и Ассоциации интернет-издателей. Подробнее в следующем сюжете. Семнадцатого и восемнадцатого апреля в Казанском федеральном университете пройдет серия семинаров по вопросам открытого доступа к научной информации. Одним из лекторов станет журналист Иван Засурский. Он выступит с темой информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции. Иван Засурский уже посещал Казанский федеральный университет. Тогда он пообщался со студентами КФУ на тему научная коммуникация в открытом доступе. В ходе семинаров вы узнаете о том, что такое открытый доступ, чем он отличается от свободного и бесплатного. Вы узнаете, что такое открытая наука. Благодаря участию в этих семинарах вы сможете не только составить свое впечатление о реальном процессе научной коммуникации сегодня, вы также сможете поговорить со специалистами и задать все интересующие вас вопросы. Всего в 600 километрах от российской государственной границы полыхает военный конфликт, в котором принимают участие российские войска. Кем же на самом деле является наша страна для Сирии? И каковы теперь ближайшие перспективы военных действий? Пыталась выяснить Аделя Шемелова. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанные с сирийской химической программой. Как сообщают различные СМИ, удар не привел к человеческим жертвам. Уже более чем очевидно, экспедиционный корпус российской армии высадился в Сирии и активно принимает участие в вооруженном конфликте. Стоит принять к сведению, что между Россией и Сирией заключено соглашение о размещении авиационной группы вооруженных сил Российской Федерации на сирийской территории, согласно которому авиагруппа по просьбе правительства Сирии размещается на территории Сирийской Арабской Республики бессрочно. Аэродром Хмеймим передается российской стороне безвозмездно. Присутствие российской авиации носит оборонительный характер и не направлено против других государств. Но для чего России необходимо участие в сирийском конфликте? Ответ на этот вопрос нам помог найти руководитель Координационного центра «Исламика» Казанского федерального университета Виктор Наумкин. Мы развиваем отношения на двухсторонней основе со всеми практически, в том числе и с конфликтующими между собой игроками. Посмотрите, это с одной стороны Иран, с другой стороны страны заливок. По словам университетского эксперта, Россия формирует новую военную коалицию, снабжая ее средствами разведки, авиацией и обеспечивая стратегическое командование. В качестве ударной силы для наземных операций могут быть использованы армейские подразделения Ирана. Есть тройка, так называемая, это Россия, Иран и Турция. Это тоже большое достижение российской политики, сплотить эти три государства, включая наше, вместе, потому что между Ираном и Турцией есть серьезные разногласия. Но вот эта концепция зон деэскалации, она нас превратила в трех гарантов, которые пока энергично действуют. Можно предположить, что если взаимодействие России окажется успешным хотя бы отчасти, российские власти нормализуют отношения с Западом и одновременно продемонстрируют свои силы на весь мир. Ведь наши войска способны атаковать террористов даже на Ближнем Востоке. Однако не стоит забывать, что от последствий военных рисков все же никто не застрахован. Адель Шамилова, Рустам Садреев, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok